Привет, это Войт Райн, и мы продолжаем путешествовать по неизведанной пустоте, по этой разрухе. Мы единственные, кто через неё осмелились пробраться на нашем разваленном поезде. Ну, вначале это была трезина, а теперь у нас поезд. О, ты у нас здесь, да, летаешь, пупщичек? Надо быть аккуратным. Короче, кто не видел прошлую серию, которая была давным-давно-давно-давно-давно-давно-давно, мы сделали второй вагон, мы его обустроили, он теперь реально как вагон, нормальный такой, железный. И что мы хотели ещё тогда сделать? Ну, во-первых, вот сюда скрижаль положить, положить, положить как-то. Сейчас мы её не можем активировать, она активируется только в депо. Я думаю, что можно уже поехать, что мы тут трясёмся, пока нас кто-нибудь начнёт атаковать. Значит, мне нужно сейчас что сделать? В прошлой серии мы хотели доделать... Нет, молоток нам не нужен, нам нужна книжка. Мы хотели доделать плавильню второго уровня, мы её исследовали. Вот такая вот, да, это плавильня второго уровня. Она нам нужна. Потом мне нужно... Да твоюшу наливать. На, ну, брысь, крыса летающая. Вот так вот и пошоп я. Значит, что ещё не сделал? А, да, починить надо, починить наш поезд нужно. Вот не стрелять в него, а чинить надо. Давай, доставим молоток. Надо посмотреть, что вообще чинить-то надо. Значит, 25%, 45%, короче, всё плохо, 15% у нас... Ооо, какие у нас дела... У нас всё плохо, мне нужно кучу материалов. А, стой, 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 подожди, подожди. У нас тут Рафлим чинильчик есть, вот ты, по-моему, да? Чинила, да, это чинила у нас. Минуточку мы сейчас сделаем, смотри как. Значит, берём тебя. Давай, давай, хватайся. Блин, не переименовать его, я хочу его переместить. Переместить, давай, снять. Тебя мы поставим вот здесь вот где-то. Давай, разместить. Ты тут посиди. А ты идёшь туда, нам нужен чинила. Чинила. Разместить. Вот, чудесно. Всё, а тебя мы поставим здесь. Ты собирай здесь нам материалы. Так, нет, не то, чуть нажал, вот. Вот, всё. Чудесно-кудесно. Десять дерева, десять металлолома, офигеть. Надо хорошенечко смотреть по сторонам, чтобы ничего здесь не упустить. А то, может быть, какие-нибудь арены я пропущу или сверкающие тайники. Значит, это собираем. Опа! Кто это к нам прилип там? А ну, отлепись. Напоминаю, что игруха находится ещё в раннем доступе. Тут много чего не реализовано. Вот. И вполне реально, что когда она релизнится, тут будет ещё куча всего интересных всяких плюх. Где эта акула-то летающая? Не стоит её стерегаться или она на нас... О, она, смотри. Шкерится. Она застряла или что с тобой? Она что-то отнекивает. Она может что-то с хауни там. Ну и мне даже к лучшему. То, что она отвлечена. Вернёмся к нашей половине. Это что-то я немножечко... А, нет, подожди. Давай вначале посмотрим. Рафлин, ты чинишь? Ты чинишь? Здесь всё. Ну-ка. 45, 25. Чё-то он нифига не чинит. Рафлин, чё за дело? Почему ты ничего не чинишь? Почини. Короче, пофиг. Подождём. Посмотрим, будет он чинить или нет. А я перехожу к нашей половине. Нужно сделать... Вах, 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 вах. Напали на нас, напали. Напали. Где ты, скотина? На тебе. Мимо. Ладно. Возвращайся на корабль. Ух ты, сколько тут железяка. Железяка, стой, 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 стой. А, я же ещё, блин, мне нужно сделать крюкошку. В прошлой серии меня же грохнули. Да. Меня в депо прижали, так и знатненько. И я потерял свою крюкошку. Для крюкошки. Что нам там нужно? Давай посмотрим. Значит, крюкошка, пружина, провод и болты. Окей. Деревяшку надо сюда закинуть. Вот так вот. Пружина, провод. Да, провода у меня есть. Пружинки у меня, к сожалению, по-моему, нету. Придётся её сделать сейчас. Пружиночка. Пружинка у нас тут делается вроде. Пружиночка. Две штуки, пожалуйста. Ух ты, ух ты, ух ты. Бухты, бухты, бухты. Мы приехали на арену. Можно будет сейчас сразиться. Но. Прежде чем сразиться, да нажми, ты на рукоятку эту. Не нажималось нифига. Нам надо бы вооружиться патрончиками. Потому что у меня ни шиша нет. Ни в дробаше, ни в автомате. Только один пистолет. А с пистолетом, как мы понимаем, шибко ты на арену и не сходишь. Так, хорошо. Делаем сперва, значит, крюкошку, потом порох. И потом всё остальное. А, болты, конечно же. Полтики, две штуки. Пожалуйста. Так, теперь нам нужно порох сделать. Для пороха нам нужны химикаты. Делаем их. Болты готовы. Делаем крюкошку. Кучу всего надо сделать, блин. Чё, не хватает огнева? Огнева, значит, огонька добавим. Пойдём посмотрим, чё там наш Рафлим собрал. Ты чё-нибудь собрал? Нифига не собрал? Блин. Чё так тухло-то? Крюкошка снова у нас на вооружении. Сейчас я её поставлю. Давай, одевайся. Так, крюкошка. Куда бы тебя только воткнуть-то, блин? Может, я пока воздержусь от крюкошки? Потому что мы к Корее не приехали, да? И я просто крюкошку положу куда-нибудь в свой сундучок. Вот, пусть здесь она полежит. Так, значит, мне нужна, во-первых, порох. Патроны надо сделать. Во-вторых, пластину надо сделать. Сейчас мы это сразу... Сейчас, 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 минуточку. Пластина обязательно. Чё, у меня всё кончилось? Давай ещё наплавим тогда. Химикаты готовы. Для пороха что там ещё нужно? А, вот, в принципе, этого достаточно. Всё, порох делается. Порох готов. Но надо сделать ещё химикатов. Ну, давай, наверное, штучки три. А пока делаются химикаты, я сделаю себе две пластины. Пластинки готовы. Одну сразу надеваем. Вот так вот. Химикаты забираем. И делаем кучу пороха. Блин, хочешь прикол? Весь прикол в том, что у меня железа-то не шиша и нет. Мне надо хотя бы, блин, чуть-чуть на патрики. На патрики, на патрики. Давай-ка назад сдадим, насколько это возможно. Поехали. Задний ход. Мы едем назад? Нет, мы едем вперёд. Какого леша мы едем вперёд? То есть, я просил назад? Назад, говорю. Давай-назад, давай-давай-давай вперёд. Успись. Хотя назад-то мы сильно-то и не уедем. Там, видишь, мешает вон та штука, которая не даёт нам уехать далеко. Только вперёд, только вперёд. А эта штука ещё летает. Ух. Так, значит. Вот тут бы мне не помешала крюк кошка, наверное. Как бы странно это ни звучало, всё, мы стопорнулись. А железо здесь не оказалось. Только деревяшки. И тут тоже деревяшки, да? И вот это тоже деревяшка. А железо, всё, обломись. Нет здесь железа. В принципе, железо мы можем достать, если что-нибудь разобрать. А что мы можем разобрать? Слиток есть. А это говорит нам о чём? Это говорит, что у нас есть одна пачка патронов. А это сколько получается? 30 патронов. Это вообще ни о чём. Это крайне мало. О-о-о, смотри, что тут происходит. Нифига себе у вас тут вертушечки. Так, так, так. Я тебя сейчас оседлаю. Я сейчас... Не, не получается оседлать. Где мой револьвер? Поезд надо остановить. Сейчас я поезд остановлю. Подождите, подождите. А то мы сейчас уедем далеко. Тормоз. Тормоз, давай. Блин, прикинь, теперь так нельзя остановить поезд. С выстрелом. Это прискорбно. Что-то явные глюки тут начались. Конкретные прям. Ну, у меня это даже на руку. Там мяско выпало. Счастье грохнуло. Красавец. О-о-о, жирок и мясо. Отлично. И это мяско тоже собираем. Берём, значит, молоток. И начинаем сейчас потихонечку разбирать. Ладно, давай кухню разберём. Тут же есть металл по-любому. Значит, снести. Всё, снесли. Получил один железный слиток. Теперь снижём стеллажи. Вот эту часть убираем. Не могу её снести, пока не уберу сундуки. Ясно. Где у нас пустой сундук-то есть? Будем сейчас сундуки, значит, разбирать. Вот пустые сундуки. Значит, разбираем. Ещё железо. Ещё железо. И вот это тоже разбираем. И ещё железо. Написано, что объект разрушен. Собрать остатки. Но я не могу собрать остатки, потому что у меня тут фул. Ясно. Давай я вот так вот сделаю. Это выпьем. Это соберём. Во! Всё. Болты поднял. Значит, теперь у нас достаточно металлолома, чтобы изделить патроны. Во! Ну шо, я вроде бы, в принципе, и готов. Короче, у меня теперь 120. Балдёжно. У меня вагон, Патриков. Надо сейчас всё перезарядить. Дробаш. Мой автомат. О да. О да. Мне нравится, что автомат и дробаш заряжаются одними и теми же патронами. Это просто балдёжно. Ну всё, отправляемся на рейн. Полетели. Ручку впихиваем. И... Погнали! Арена та же самая. Ничего не меняется. Она всего одна здесь, по всей видимости. Ну чё, нападайте, налетайте. Из прошлой серии, где я прошёл по максимуму эту арену, мы знаем, что тут всего 15 волн. Ох ты. Ну, давай ты ему шпахни уже. У меня, если чё, есть ещё одна броня. Так что не страшно, если они у меня стреляют, попадают по броне. Это пофиг. Главное, что они здоровы. Где ещё один? Надо вспомнить, как рукояткой бить. Как рукояткой бить? Рукояткой ударишь? Эй. Во, во, во. Рукояткой вот так вот бить. Отлично. Пойдём. Найдём оставшегося зерга. Ну что, давай посмотрим, как тяжёлая артиллерия работает, да? Пах. Па-па-па-па-па. О, неплохо. Кстати, я их, по-моему, заражаю чем-то. Они начинают зелёным светиться, когда я в них попадаю. Вот так вот. Патроны, конечно, летят как не знаю чё. Очень быстро. Наверное, в этом случае лучше дробашом пользоваться. Вот так. Да, давай-ка возьмём дробаш. Так будет попроще. У меня почему-то в пистолете один патрон заряжен. Да как так? Я тут воевать пришёл, у меня один патрон в пистолете. Так, так, так. Ба-бах. Да, с дробаша будет проще намного. Готов. Двойной выстрел случайно вылетел. Короче, на один патрон дробаша используется один патрон, да? И ты сразу разносишь в щепки этих мутантов. Не то, что... О, наконец-то сундук появился. Не то, что с автомата. Ну, короче, здоровье у меня 56. Бронированных пластин нет, патронов всего 5 осталось. Поэтому это будет последняя волна. Как в прошлые разы, с 23 хп, я тут не хочу выживать. Я сейчас просто буду как швашнеггер. Бегать и мочить. Мочить и бегать. Вот так вот. Вот так вот. В щепки всех нафиг. Мазю, правда, конечно, вообще адские. Ну, что поделать. Давайте, пупсики, идите сюда. Со своими скафандрами. Так, два патрона осталось. Надо их чётенько. Ну, да, в принципе, нормально. Вот здесь у меня ещё в пулемёте осталось парочку. На тебе. И тебе. Всё, хана. Пекаль остался. А, кто-то жрёт меня сзади. Готов. 29, здоровье. Можно было где-то заныкаться, но я же, блин... Этот... Дерзкий паренёк с деревни. Какие ныкалки. Я привык идти на пролом. Лоб в лоб. Ой, вас тут много. Ой, 11 хп. Вообще веселуха. Веселуха. Чё, может быть, заныкаться всё-таки? Деревенский паренёк. Лоб в лоб. Давайте. Вот этот ещё бежит. Ага. Конечно. Так ты по мне и попал. На тебе. Где там этот второй-то? Сзади меня хотел обойти, да? Да щас. Я тебе не дамся. Не дамся. Нет, нет, нет. Пять здоровья. Всё. Когда ты перезаряжаешься, это значит точно тебе в жопу попадут. Сто процентов. Бежим, бежим, бежим. А, ты-то тут откуда? Ах, блин. Пять здоровья. Пять здоровья со всех сторон лупят. Готов? Тылы только осталось прикрыть. Ах, перезарядка. Беги. Хух. Ой, это в доброту. Господи. Господи. Два хп. Кто бы мог подумать, что этим всё и может закончиться. Там ещё он тоже, тварюга, сидит. Так. Давай, метко стреляй. В пузо ему. С другой стороны обошёл. Давай, прыгай отсюда, прыгай. Ух. Увернулся. Бежим нафиг. Потные ладошечки мои. Он спрыгнет, нет? Вон он стоит. Смотри, смотрит на меня. Мне надо отсюда бежать. Здесь невыгодная позиция. Прикол в том, что они могут сквозь стенки стрелять. А если сквозь стенку он стрелит, я от неё точно не увернусь. Два хп. Два хп. Где эта тварюга стоит? Она где-то вот тут стояла, смотрю. А, вон он убежал. На тебе в жопу. На, 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 на. Готов? И он там последний остался. Вон он. Ох, захотел экшена, блин. Нет бы посидеть, ездить в стороночке. Нормальненько, как старичок. Так, два хп. Пора отсюда валить. Всё. Забираем призы. Да, забрать. Давайте мне здесь сундучелы. Спасибо. И это. Во. Ох, сколько железа и дерево. Сундучки я размещаюсь теперь в вагоне. Вот здесь вот. Хорошо, пойдём. Теперь посмотрим, починил ли наш Рафлим что-нибудь. Ты починил или нет? Ты что-нибудь чинишь? Здесь, по крайней мере, всё починено. Всё в отличном, идеальном состоянии. Это, конечно, вожуха. А здесь 60, 60, 100. Ох, он починил что-то? Он чинит потихонечку. Смотри, помнишь, вот эта вот деревяшка была 25. Сейчас она 65. Молодчик, красавчик. А вот это 15. 15, 15. Почему 15, я не понял? Вот это тоже надо починить. Но я понимаю, конечно, что у тебя маленькие ручки, тогда всего не достаёшь так сразу же. Ладно, молоточек убираем. Поезд врубаем и едем дальше. А мы сейчас, поскольку добыли кучу всего, будем заниматься плавильней. Сейчас я посмотрю, что там на вторую плавильню нужно. Вторая плавильня. Ага, шестерёнки, болты. Понятно, опять куча железа надо. Ух ты ж, ё-моё, да прикинь. Стой, 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 стой. Тормози, тормози, тормози. Я, короче, слышу, Рафлимы все толпой просто орут. И думаю, что за дела? Ну и ты увидел, что я тут на мины наехал. Капец, тут мин понаставили в огнище. Я первый раз мины вижу вообще. До этого я их не видел. Так. Надо их все изничтожать. Они мне так изряденько тут замухрытили мой поезд. Вот эту часть сломали мне. Гады. Гады, гады мины. Ладно, что, поехали потихонечку. Сейчас я выбегу вперёд. И буду отстреливать их. Других вариантов у меня, в принципе, и нету. Вот так вот. Ну, тут такое нормальное минное поле, я тебе хочу сказать. Нам долго придётся отстреливаться. Чё, вроде бы всё. Вроде проехали. Тут вот последнее осталось. Можно вздохнуть с облегчением. Я надеюсь. Так, возвращаемся к изготовлению нашей плавильни номер 2. Нам теперь нужно... Я вроде бы всё сделал. Сейчас посмотрю. Да, всё хватает. Берём, значит, молоточек. Вот это сейчас разберём. Молоточек. Давай-ка разберём. Снести. Отлично. Новую плавильню построить. Плавильня номер 2. Прям интерес... Ой, она здоровенная-то какая. Она сюда даже не влазит. Окей, мы её, значит, вот сюда поставим. Где-нибудь здесь уже она влазит, правильно? Блин. Ну, это капец неудобно будет туда потом бегать-то за ней. Вообще неудобно. Чёрт подери. Ладно, пофиг. Вставай сюда. Вот так вот. Хопана. Вот у нас и плавильня новая появилась. Выходим. Давай посмотрим, что мы здесь можем. И как быстро она может это... Оу, новый матери... Блин. Вот это попадус. Она, конечно, на угле работает. Это здорово. Но... Угля-то у меня мало. У меня в основном древесина. Так, тормознём. Давай, тормознём. Давай, давай, давай. Тормознём. Я ничего здесь не пропустил, например. Уголь какой-нибудь... О! Чуйка меня не подвела-то. Посмотри. Мимо льда проехали. Заберём. Огромный кусманящий льда. Так. Её в дробилку сейчас закинем. Воду надо забрать отсюда. Вот, забрали. А вот этот кусок льда в дробилку. Давай, дроби его. Блин, с этим поездом столько балаки-то тут. Это просто оттас. Одному тут не управится. Нужно бы второго машиниста найти. Значит... О, железо надо забирать. Чё я хотел? Я хотел заправить всё углём. У меня был уголь. А, и сюда хотел заправить водички. На всякий. Пускай она здесь будет. Вот уголь, кстати. Вот вода. А уголь я, пожалуй, заберу отсюда. Взять. И взять. Уголь я забрал. Он горит в два раза дольше, чем обычная древесина. Где-то у меня здесь ещё уголь был. Где уголь-то был? Уголь. О, сколько у меня угля. Отлично. Значит, я его впихиваю в плавильню. У него, видишь, тут два огонька. Тут, в принципе, всё под два огонька. И знаешь чё? И знаешь чё? Походу, зря я разобрал плавильню номер один. Потому что в этой плавильне я могу делать только новые материалы. А старые обломились. Борода тебе. Чёрт, нафига я разобрал старую плавильню? У меня теперь материала не хватает на неё, чтобы её построить. Кто бы знал, что такая жопа будет. А, нет, у меня есть на этой плавильню ресурсы. Ладно, возвращаем её сюда. С возвращением. Что ж, раз с этим разобрались, я предлагаю сделать, наконец-то, пол. Сейчас я его здесь сделаю. Верну, так сказать. Вот. Пол имеется. Теперь приступим к исследованиям. Что у нас там по исследованиям? Открывает добычу цинка. Это что? Плавка латуни. Экономная плавка. Ого. Сколько всего интересного. Короче, мне помимо прочих ресурсов нужны новые. Например, я могу где-то тут подсмотреть. Вот это, вот это что? Смола. А, я её могу сделать. Так, хорошо. Смолу я сейчас тогда сделаю. Пускай будет. А сколько там надо было на исследование? Подождите минуточку. Три смолы. Значит, смолу сейчас я сделаю. А где ещё применять можно? Ингредиент, необходимый для создания полезных предметов и вещей. Ну вот, три смолы. А я её вообще могу где-нибудь, допустим, вот сюда закинуть в топливо? Смола нет, нельзя. А вот это что? Удобрение я могу закинуть. Угу. Делаем, значит, медную проволоку. А, на всю давай. Пять. Вот смола есть у меня. Это защебись. Проволока сейчас будет. Всё, исследуем. Исследовать. Можно, кстати, поехать. Чё мы затормозили? Чё мы встали-то? Чё стоим-то, кого ждём? Едем. Едем, пляшем. Пляшем, едем. Едем, пляшем. Вроде ничего интересного не упустил, да? По исследованиям чё там? Всё там? Там всё. Значит, мне теперь нужно найти где-то латунный самородок. Медный слиток и латунный самородок. Где его достать-то? Где достать латунный самородок? Здесь я его сделать никак не могу. Ну, то есть, я его по-любому нигде ничего не сделаю. Эта плавилка. Может, раздробить чё? Нет, такое ничего дробить я не могу. Ладно, тогда переходим к следующему исследованию. Это вот это вот. Пять медных слитков и пять обычных слитков, железных. Здесь два обычных слитка делаются. И где-то у меня ещё были медные слитки. Где медные слитки? О, пять медных. Отлично. Точно. Ну, это ещё индуктор прописал. Так, глядим в оба по сторонам. Ничего нового, ничего интересного. Вроде бы. А чё мы остановились-то? Эй, чё тормозим? Я не отдавал приказа тормозить. Что ж такое-то? Пойду за железом сбегаю. Тогда уже. Короче, у меня сейчас настали времена, когда не хватает мне железа. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот этот кусман. А, ну он обычный. Я думал, большой кусок льда. Вот железо. Забираем. Кто-то там прицепился, по-моему, да? Неводяй. Бабах. Мясо, жир. Отлично. Вот я дурын, да, а. Два хп у меня. Я, как обычно, сейчас до депо доеду. О, кстати, всё, тормозим. Я слышу жон-узло, которое предвещает, что мы скоро в депо приедем. Надо же бинты сделать. Надо здоровье поправить. Там чё-нибудь. Кожа и... Кожа и вот эта вот фигня. Вот эта вот. Короче, хочешь прикол? Прикол в том, что у меня же кухни нет. Я её разобрал, чтобы... Хе-хе-хе. Сделать патроны. Печаль. Ммм... А без кухни я не смогу сделать бинты. Потому что тут нужна... Готовая органи... А, нет, не готовая органика пойдёт. Всё, всё, всё пучком тогда. Всё пучком. Химикаты сейчас возьму. Минуточку. Фух. Пронесло меня. Я уж начал переживать. Всё, значит... Химикаты пускай делаются. Можно сразу несколько пускай. А я всё собрал по слиткам. Можно исследовать. Пускай исследуется. Чудесно. Ну, я думаю, раз дела у нас пошли на поправку, можно двигаться. Химикаты забираем. Делаем две вот такие штуки. Потом из этих двух штук мы делаем бинт... А, кожа ещё... Кожа нужна. Кожа у меня тоже навалом. Сейчас, притарабаним. О, пять рулонов кожи пойдёт. Пойдёт, пойдёт. Бинтики, бинтики. А, это даже не бинт. Это спирт, по-моему. Давай быстрее, спиртуха, делайся. Делайся быстрее. Есть. Всё. Бинты, первая помощь, все дела. Мне сейчас будет оказано. Можно... Подождите-ку... Минутку. Я первый раз увидел вагон. Парящий вагон. Это как-то... Другой вагон. То есть, здесь... Я не первый, кто ездил по этим рельсам. Офигеть. Я хочу туда. Я хочу туда залезть. Ты посмотри, сколько там ящиков, сколько там барахла. Там куча всего интересного. Но зацепиться я не могу. Там, смотри, там лампа есть. Там есть... Вон, химия. Я её сейчас заберу. В принципе, минутку. Можно было зацепиться за что-то. Вот так вот. О, ящики можно открыть. Я застрял. Кажется, я застрял. Ой-ой-ой. Вот так вот я подтащил себя, и вроде норм. Так, ящики можно открыть. О-о-о-о. Хорошо так как, а? Балдёжно. Ничего себе. Нифига себе. Взаимодействовать? А можно я её заберу? Она рабочая, нормальная лампа. Я хочу её забрать себе. Но, к сожалению, не могу. Печалечка. Так. Куча всякого нового начинает появляться. А то я уж думал, блин. Надоел всё одно и то же. Однообразие эту. Ладно, поехали дальше. Может быть, другие вагоны найдём. Леди Гоу. Так, чем я занимался? А, бинты, конечно. Первую помощь надо себе оказать. Бинтики, бинтики, бинтики. Кожу возвращаем. Место освобождаем. Вот. Бинты берём и юзаем. О, как хорошо-то. Ручечку перемотал. Вообще балдёжно. Так, нужно теперь пластину, бронепластину сделать. Сейчас мы её сделаем. Залезу наверх. Буду ехать и смотреть ещё по сторонам. Может, ещё вагончики какие встречу. Так, значит, исследования у нас тут завершились. Остались только вот эти вот. Латунный слиток. Кто ж его знает, где его достать. Но у нас теперь появилась возможность как-то там плавить круто слитки. А, тут написано. Снижает затрат топлива на плавку железа и меди. На 25%. То есть, у меня теперь меньше древесины будет расходоваться на плавку этих ресурсов. Это хорошо. Обаньки, обаньки. Вон там вот что-то есть. Там вот что-то вот очень-очень для меня важно. А, они прям летают, смотри. Ого. Куда это? А, вон туда. Там головоломка меня ждёт, по всей видимости. Ладно, сейчас топорнём. Слетаем за ней. Сундучок заодно возьмём. Будет третий. Так, тормоз. Единственное, единственное. Мне нужны петельки. Крючочечки. Ты что-нибудь собрал здесь? Древесину взял? И что-то ещё у него есть. Блин, куда бы... Куда бы деть тебя ствол? Ну, почему ты вот сюда не кладёшься? Это прям печально-печально. Так. Что там у тебя ещё? Металлолом. Это хорошо. Закончилось. Сейчас, минутку. А, не, давай мы вот жир. Жир заюзаем. Пускай жир. Так, значит, пластину забираем. Одеваем. Вот так вот. Теперь крючки делаем. Они нам очень нужны. У меня, кстати, тут крючки где-то были в запасе. Буквально парочку. Во, две штуки. Ну, пусть будет. Усток. Крючки готовы. Забираем. Десяток. Ну, что, погнали? Так, не в эту сторону. Подожди. Месье не в эту сторону. Вы поехали. Нам, кажется, сюда. Как думаешь, какая головоломка нас ждёт в этот раз? Надеюсь, что-нибудь новенькое. Голоболомочки. Тут никого нету. Понятно. Негостеприимный домик. Ух ты, смотри, кажется, новые головоломки. Ну, не совсем новые. Мы уже подобно видели, только с крабами и рыбками. Гляди-ка. Человек с щитом. Дама. Или это принцесса? Ну, да, наверное, это королева. Щитник-охранник. Я слышу Рафлима, по-моему. Или кого-то другого. Так, короче, смотри. Лес и пещера. Пещера. Значит, дама. Мужик. Да, это Рафлим, по-любому. Его возглаш. Смотри, он прям тут просто стоит и все. Ого. Ого-го. Так, а как вы мне... Ладно, давай сюда кину. Рафлим, что ты тут делаешь? Ты не против, что я тебя заберу? Это, кстати, какой-то странный Рафлим, по-моему. Я его разбудил и... Что происходит? Подождите-ка. Вот эти вот, по-моему, не зря здесь камни летают. Вот на них, может, что-то высечь нужно. Я не понимаю. Рафлим, подскажи, что делать-то? Как... Как взаимодействовать с тобой? Что-то, где... Когда я с ним взаимодействую, где-то что-то происходит. Но я понять не могу, где. Может, с этой стороны? Да нет. Странно. Очень странно. Может, мне нужно взять эти... Подожди-ка. Мне, может быть, нужно взять вот эти штуки? Подубирать? Нет, их не подберешь. А, по ним стрелять нужно. Вон что. Вон оно что. Так, если я вот так вот сделаю... Я их вроде как... А, подождите. Что-то... Я, видимо, не предугадал. А, подожди. Он же реально рассказывает историю. Я только сейчас до этого понял. Слушай, короче. Давай, расскажи еще раз историю. Историю, 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 историю. Давай. Короче, первая девушка смеется. Историю расскажешь, нет? Вот, слушай. Жила-была принцесса. Ага. Которая пошла в пещеру. Встретила там лягушку. А, в лес она потом пошла. И сразила воина. Значит, получается, жила-была принцесса, которая пошла в пещеру. В пещеру. Она пошла в пещеру. Потом она встретила лягушку. Лягушку мы встретим где? Правильно. В лесу. Блин, ну это единственное... Почему лес у меня не переключается на те следующие камни? Я не понимаю. Короче, оказывается, помимо вот этих вот рисунков тут есть и еще их просто нужно было найти. Вот, например, смотри. Вот она и жаба, пожалуйста, которая у нас была в сказке. Получается, что принцесса пошла в пещеру, встретила там жабу. Вот. Встретила там жабу. И подралась с каким-то воином. Осталось только найти следующие рисунки. Где бы они могут быть спрятаны? Вот они, вот они, я их нашел. Нашел. Вот где они спрятаны. В соседнем домике. Ну и, короче, смерть. Пошла принцесса в пещеру, встретила там лягушку и настигла ее смерть, по всей видимости. Ну или не ее. Короче, вот. Вот так вот. Получается. Да, мы разгадали загадку Рафлима. Можно я туда подлечу? Сейчас, минуточку. Все, сундучок забираем. Отлично. Благодарю. Жалко, конечно, что ты с нами не пойдешь. Но сказку твою мы все-таки послушали и узнали ее историю. Даже на твоем языке. Все, возвращаемся домой. Три сундука. Три. Очень крутых сундука. Причем, смотри, у меня навороченные такие сундучки тут стоят. Так. Вот. Отлично. Можем ехать дальше. Погнали. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что с исследованиями у нас борода. Нужен латунный самородок. Как это? Руда. Да, латунная руда нам нужна. О, железо. Надо забрать. О-о-о-о. Гляди, гляди, гляди. Что это? Что это? Цинк. Это цинк. Я его нашел. Я его нашел. Ой, стой, 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 стой. Короче, только про него заговорил и сразу же нашел. Так, подожди. Это получается, что... А, мне нужно еще два таких найти. Блин. Надо хорошенечко по сторонам глядякать. Так, значит, я вооружаюсь пушкой. Вот этой пушкой. Это сюда. Все, погнали. Поехали смотреть по сторонам. Надо еще цинка найти. Уверен, что мы его где-то сейчас здесь отыщем. Вон, 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 еще цинк есть. Подождите, назад. Надо назад. Он, оказывается, был рядышком. Задний ход, задний ход. Железо. Цинк. И он тут прям вообще нормально так попадается на пути. Хорошо. Теперь полный вперед. Едем вперед. Ух ты, смотри, сразу два... Ой, мины, мины, мины. Надо тормозить. Надо тормозить. Да, 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 я знаю, что угроза. Тормоз, тормоз, тормоз. Тормоз, жмись. Фух, чуть не въехали. Смотри, как я остановился. Божечки. Так, минутку. Надо это все делать. А если я крюк кошкой это попробую делать? А, разминировать можно? О, я разминировал ее. Взять. Нет места. Я могу эти мины брать, прикинь? Капец. А ими же можно заминировать арену, получается. Ё-моё, вот это идея. Так, надо место освободить. Все, цинк у меня полный карман. Там наверху больше ничего. Так, так, так. Значит, что там для исследования, кроме цинка, нам еще нужно? Медь. Три меди. Меди, 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 меди. У меня, по-моему, больше не было. Надо будет сейчас сделать. Вот все. Три медных слитка есть. Исследуем. И мы переходим на 14 этап. Ух, что я хочу там? Посмотри, что же нам откроется? Что же нам откроется? Так. Исследователь. 14 этап. Это у нас верстак второго уровня. Крепкие болты смогу сделать. И смотри, какие уже там материалы. Золотые слитки какие-то. Прям такие хорошие металлические слитки. Это что у нас? Латунная проволока. Латунная трубка. Контейнер второго уровня. Ура! Скоро у меня будут контейнеры второго уровня. А значит, вместительность в них побольше. И, возможно, оружие смогу там складировать. Балдежно. Так, значит, что? 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 Место. Надо место освободить. Сейчас, минутку. Значит, вот это сюда пушку. Да подожди ты. Давай меняйся. Вот сюда. Пойдем мины собирать. Мины, мины, мины. Хватаем. А, с них железо заберется? Прикиньте, с каждой мины можно забрать железо. А я ее разоружил? Подождите-ка. Она взорвется вообще, нет? Ага. Ага. То есть ты можешь подлететь к ней. Забрать с нее железо. А, можно и оттолкнуть ее вообще. Так, минуточку. А если я сделаю... Сейчас. Подожди, я сохранюсь, во-первых. Вот так вот сделаем. Если я просто к ней подлечу, она взорвется. Не могу дотронуться. Ну, кажется, я дотронулся, и она полетела. Смотри. То есть она влияет только на поезд. Если поезд ее толкнет, она взрывается. Так, хорошо. Поехали по чуть-чуть. Поехали, поехали. Ой, что-то еще взорвалось. Разминировать металлолом взяли. Разминировать. 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 Я не успеваю нафиг разминировать. Разминировать. Блин, блин, блин. А, смотри, нет. Я когда разминирую, она отлетает. И ничего не происходит. Так. главное не упустить ни одной бомбы быстрее 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 но это хорошо что можно железо с них по насобирать ее здесь достаточно все все бомбы разминировали а вот там какая-то штука неприятно нас ждет опять надо раскуролесить повидал отлетела от поезда и взорвалась и таких тут до кучи он взрывается там взрывается ну короче они самопроизвольно взводятся и бомбятся готова ночью я думаю что надо закругляться сегодня прям была куча всего нового и бомбы и загадка рафлима и поезд и от прям роскошно все тормозим в общем ты знаешь что делать если нравится эта игрух и ты хочешь увидеть продолжение то ставь лайки под этим роликом и не забывай подписаться если ты еще не подписан чтобы не пропустить следующие ролики на которых мы с тобой собственно и увидимся так что до встречи